Приветствую всех! Вы смотрите Раменское телевидение, студия Ольга Неоплетанская. Друзья, это программа «Ваше здоровье». Сегодня свой профессиональный праздник отмечают терапевты, поэтому эту программу мы начинаем с поздравления всем терапевтам и, конечно же, желаем в первую очередь здоровья этим врачам. Но сегодня у нас в гостях не терапевт, у нас врач-специалист. Сегодня в гостях Александр Анатольевич Сорокин, заведующий лоротделением Раменской больницы у нас в гостях. Спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте, дорогие раменчане. Рад снова присутствовать на прямом эфире. Если какие-то вопросы, задавайте, потому что лор-врачей у нас сейчас в районе мало. Рад буду на все ваши вопросы ответить. Вот, а вопросы задавать можно по телефону 8-496-46-168-68. Не стесняйтесь, звоните нам, пожалуйста. Будем рады ответить на ваши вопросы. Александр Анатольевич, но чтобы попасть к лору, надо же сначала к терапевту? Да, направляют к лор-врачу терапевты. Ну, так как лор-врачей у нас немного в районе, иногда люди идут напрямую к нам. Я могу рассказать, какие основные жалобы нужно обратить внимание, нужно обратить внимание, чтобы именно попасть к лор-врачу. Можно начать сначала, допустим. Допустим, нос. Если у человека после ОРЗ в течение 10 дней не проходит насморк, остается заложенность носа, выделение из носа, густые, окрашенные или сукровицы, или желтые, или, не дай бог, с неприятным запахом, значит, это признаки гайморита. Обязательно нужно идти к терапевту, все это рассказать. Он назначит снимки, отправит к лор-врачу. Дальше пойдем. Если ухо. Первый признак отита – это боль в ухе. И боль в ухе должна сопровождаться снижением слуха. Это один-два признака именно отита, когда человек должен показаться ларинговым. Это обязательно, потому что ухо, как все знают, так же, как и все наши лор-органы, находится в голове, а голова у нас одна. К сожалению, не как у змея-горыночек, 12. Самостоятельно не лечим? Самостоятельно, ну, только если какое-то безвыходное положение, там, полуспиртовой компресс на ухо, и все равно нужно обратиться к специалисту. Дальше, глотка. Значит, если болит горло, если ангина, человек сам может посмотреть в зеркало на свою глотку. Но если вдруг появляется при болезни в глотке боль в ухе, перестает открываться рот, это значит уже осложнение ангины. Иногда бывает очень серьезный ангин. Это признаки партензелита или партензелярного абсцесса. То есть это врачом. То есть страсти вы рассказываете? Ну, страсти я рассказываю, потому что я не знаю, чем это обосновано, но люди в связи с отсутствием от ларингологов лечатся сами. И к нам уже поступают действительно или запущенные, или, ну, с осложнением. Не дали, как вот сегодня выписал женщину, молодую, 60 лет. Вот. Тоже лечилась нюрофеном. Вот. Произведены 9 пункций. Пазухи наконец-то отмыли. Сегодня она ушла чистая, абсолютно и здоровая, и счастливая. Так что обращайтесь, всегда поможем. Но вот из тех заболеваний, с одними лор-заболеваниями люди идут к терапевту и пытаются попасть к лору в поликлинике, а с другими уже, наверное, серьезными случаями они попадают именно в ваше отделение. Конечно. А это какие случаи? Какие это чаще всего заболевания? Ну, то, что я перечислил. Даже те острые отиты, допустим, если появляется боль за ухом, это значит признак мастеидита, это, ну, полухирургическое. То есть мы начинаем лечить консервативно. Если не получается, уже это оперируем. И оперируем сейчас не то, что там каждую неделю, но довольно-таки часто. И мы скрываем сосцевидный отросток, удаляем гной оттуда. То есть вам скучно не бывает? Нет, скучно не бывает. Партензелярный абсцесс. Это вот при... Тоже лечится, горлышко полоска, антибиотики пью. То есть абсцесс сосунковается, боли остаются, вскрываем, там сливкообразный густой гной, и человек сразу становится легче. Иногда он уходит за миндалину. То есть это парафрингеальный абсцесс. Их еще сложнее достать. То есть... Тут надо не тянуть, а стараться сразу обратиться. Особенно... Вот... Несколько больных прошло. Тоже сидели дома, не знаю, чем они думали. Осиплась голоса. Вот. Даже с запахом уже. То есть там... Это... Ну... Признаки... Ну, нехорошей болезни. Онкологической. Которой, в общем-то... Мы только берем биопсию и отправляем в ЦАОП. Вот мы столько раз говорили в нашей программе о том, что... Чтобы болезнь предупредить, надо заботиться и любить себя, да, и заботиться о своем здоровье. И проходить диспансеризацию. Чтобы можно было выявить заболевание на ранней стадии. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, по-любому, когда человек приходит, его спрашивают, на что вы жалуетесь. Вот у меня снижение слуха. Вот у меня осиплость голоса. Вот у меня нос что-то не дышит. Вот что-то вот... По-любому человек пожалуется, и уже врач обратит внимание. И уже направит правильно, то есть, куда ему положено. И человек выздоровеет. И, скорее всего, именно профилактика. Вот. Насчет профилактики. Я не знаю, почему-то какое-то негативное отношение к прививкам у нас возникло. Вот. Наше отделение привелось все... Ну, в полном составе. Сто процентов. То есть, потому что мы знаем, что такое осложнение, что такое ОРЗ, что такое грипп, что такое ковид. Вот. А про вакцинацию. Если говорить, сейчас людям предлагается активно вакцинироваться против гриппа. Да. Обязательно надо вакцинироваться. Это какая-то защита все равно от этой вирусной инфекции. Потому что вирус гриппа, вирус ковида – это приблизительно одно и то же. Александр Анатольевич, мы сейчас должны прерваться с вами. Продолжим эту тему после. А сейчас, говорят, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Давайте. Здравствуйте. Вы в эфире говорите. У меня такой вопрос. С праздником вас поздравляю. А вопрос у меня такой. Как быть, если у женщин происходит сухость и болячься в носу, то приходится постоянно шмаркаться? Что делать? Ну, это признак... Не могу сказать, что это возрастной признак. Это признак субатрофии слизистой. Возможно, что это какая-то... Нет, это не инфекция. Это, скорее всего, может, производственная какая-то. Вот, например, на химических производствах, на гальваников, у них у всех субатрофия страшная. Вот. Но здесь... Что мы обычно рекомендуем? Витамины, содержащие препараты. Вот. Раньше было так называемые свечи носовые с маслом какао. Сейчас аптеки не делают такие вещи, но... Витамин А на перегородку капается. Не как при гайморитах, а именно на перегородку. Вот. То есть в верхнюю ноздрю. Вот. Наверное, сложно так давать советы, когда человека не видишь, да? Да. И, в общем-то, понимаете, и не видно, потому что это... Ну, даже вот эти корки в носу могут быть разного генеза. Вплоть до, ну, страшных болезней, таких как зловонный насморк. Есть такое тоже с корками. Возникает, ну... А так, витамины, содержащие препараты, попробуйте, я думаю, вам поможет. Спасибо. Это витамина, картолин, айекол. Запишите себе. Картолин, айекол, витамина. Спасибо вам за ответ. Вам спасибо за вопрос. Нам очень приятно, когда нам задают вопросы. Александр Анатольевич Сорокин сегодня у нас в гостях, заведующий лорообделением Раменской больницы. Прежде чем прозвучал звонок, мы с вами говорили о вакцинации против гриппа. И это как способ спрофилактировать... Да, это... Если человек заболевает гриппом, то он переносит гораздо легче или вообще не переносит. Ну, я не буду рассказывать анекдоты о том, что один милиционер привился и потом всю зиму один проработал так, как он привился. Остальные все заболели и ушли на больничный. Больше, говорит, я не буду прививаться. Не надо так, потому что грипп это вирусная инфекция и довольно-таки страшная. Та же самая гриппозная пневмония, те же, какие же, как ковидные, только менее опасные, но они все равно присутствуют. Ну, казалось бы, где грипп, а где лорозаболевание? Или все связано? Нет, это разное. Это инфекция. Мы лечим осложнения вирусных инфекций, таких как геморрит, герпангин, отиты. То есть грипп, это с него может начаться? Конечно, конечно. Именно в 90% случаях, если не больше, после ОРЗ, так как, ну, ОРЗ это тоже вирусная инфекция, происходит блок соусти, выхода из пазух, что из злобных, что из гайморовых. Вот. Там накапливается секрет, который потом воспаляется и нагнаивается. Вот. Это в 90% случаях именно ОРЗ. При блокаде, допустим, гевстахиевой трубы отток из среднего уха затрудняется. То есть ОРЗ, отит. Вот. У детей, допустим, ОРЗ, аденеидит, воспаление гевстахиевой трубы, вот вам тоже отит. То есть, и надо как стараться избегать, не переохлаждаться, и в том числе и прививаться. Хоть какая-то защита будет. Именно от этой страшной вирусной инфекции. Да, болезнь проще предупредить. Проще предупредить. Совершенно верно. А бывает ли такое, что запущенные случаи учащаются? Или все-таки... Ну, знаете, все больные уникальны. Все больные... Ну, это больные, это человек. У каждого болезнь происходит по-своему, по-разному. Вот. У кого-то... Закапало в нос, и оно все прошло. А у кого-то, вот я как только что сказал, 9 пункций про 9 промываний. Я прошу прощения, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Александр Анатольевич, как вот... Это к вам... Это самое... Звонит Антонина Сергеевна. Алло. Говорите, говорите. Ну, как к вам попасть? Вот я переболела отитом, средний отит. Ну, вот сейчас у меня ухо стало гораздо хуже слышать. Я и так-то хуже слышала. А сейчас вообще почти не слышат. А у нас вообще помахов нет лоры. А вот к вам можно попасть на консультацию? Антонина Сергеевна, спасибо вам за вопрос. Антонина Сергеевна, я буду рад вас видеть завтра в Уделинской поликлинике. Я принимаю там всех, кто придет. Вот. Там, ну, люди без записи приходят. Я принимаю там с двух часов до шести. Если вы придете в это время, я с удовольствием вас посмотрю и дам рекомендации. Спасибо. Про запущенный случай. Все индивидуально. Все индивидуально, абсолютно индивидуально. Вот. Опять-таки, осложнение ангины. Вот. Кажется, партензелярный абсцесс. Вот. Он тоже делится на передний, верхний, нижний, задний, наружный. Вот. Кажется, одна и та же болезнь. Та же, одна и та же, одно и то же нозология, ангина. Вот. А иногда приходится даже наружным доступом скрывать. То есть подчелюстной области. Слушайте, а вот как вы диагностируете эти заболевания? Понятное дело, что опытный глаз. У вас опыт оба госколка. Но ведь и какие-то штучки у вас специальные есть. Конечно, штучки у нас есть. Это без этого, не без этого. Во-первых, у нас очень, очень квалифицированные врачи, компьютерные там, ну, рентгенологи. Вот. Которые просто помогают, просто выявляют очаг. УЗИ. Это... Им надо памятник поставить. Это нам просто показывают, где чего. И... Ну, мы тоже, в принципе, знаем, где чего. Но нам... Вот. И потом эндоскопическое исследование, опять-таки, оно тоже помогает нам в диагностике и в решении проблем наших. Вы, получается, такая одна большая команда. Да, конечно. У нас... Вот не дали, как сегодня, меня обрадовали. Нам починили нашу видеокамеру эндоскопическую. Так что мы теперь снова будем вооружены. И очень полезны. Да. Здорово. А в вашем отделении сколько, как много людей помещаются у вас? Ну, сейчас в связи с ремонтом терапии на территории лороотделения, там, это сам ЦАОП, это онкологические больные, которые получают химиотерапию, неврология, довольно-таки широкая, она не неврология, а первичное сосудистое отделение. Вот. Тоже оказывают помощь и довольно-таки активные. Вот. Поэтому у нас сейчас 22 койки наличие. Но при наличии мест, допустим, в ЦАОПе или в неврологии, мы иногда занимаем их палаты, ну, койки. Ну, а так-то вообще люди постоянно вот к вам идут. Это значит, плановые? Наш сезон. Операции. А плановых у нас сейчас мало. Это хорошо? Я уже сказал, что это плохо. Это плохо, потому что все-таки три врача сейчас, а в настоящее время два, находятся в Чулково, Печице и Чулково, да? То есть Кудрявцев и Любцово. А ваша команда, вот с кем вы работаете, как вы встречаете ваших пациентов, как провожаете? Ну, на нас обычно мы встречаем как родных вообще-то. Мы любим наших пациентов. Мы стараемся, и мы из старой школы, поэтому в первую очередь мы общаемся с больными как с родными. И вот, не знаю, на меня, по-моему, ни одной жалобы еще не было, чтобы мы как-то грубо ответили. Ну, всякое бывает, конечно, но в основном у нас очень контакт с больными налажен. Я это веду к тому, чтобы, может быть, вы вспомните какую-то историю из вашей практики. Ведь наверняка было полно историй, но наверняка есть и такая, которую вы будете всю жизнь вспоминать. Ну, есть, конечно. Человек из Абхазии поступает как с травмой черепно-мозговой. Ему делают компьютер, находят там очаг в лобной доле. Вот, идут на этот очаг, вот, эвакуируют его. Попутно находят очаг в лобной пазухе. То есть мы вскрываем лобную пазуху, чистим, накладываем соусти. И вот, несмотря на внутричерепное осложнение, человек на своих ногах уехал на родину. Это действительно, это незабываемо. Вот. То есть это редко бывает, что человек абсолютно-абсолютно здоровый. Вот, но опять-таки это команда, команда нейрохирургов, ларингологов, окулистов. А вот что вы чувствуете после того, как вот такие вещи даются сделать? Я, когда его выписываю, кусочек с себя с ним отправляю. Но это же ведь дорогого стоит. Конечно, дорогого. И вот так каждому пациенту отдаешь себя, а что же потом? Вы знаете, выгорания от специальности у нас вот, ну, ни у меня, ни у Николая Тавлевича, ни Константин Сергеевича у нас, по-моему, нет. Вот. Мы общаемся все равно и пытаемся, и не пытаемся, и оказываем помощь по-любому. Ну, вот вы сказали, вы проводите операции, может быть, не так часто. А как вы их проводите? Какие операции? Ведь нас слушают много люди. Нет, мы оперируем широко, но опять-таки сейчас сезон наш, и у нас экстренных много операций. И экстренных. Экстренных, да, допустим, вот, ну, я бы сказал, что вот 9 пункций, ну, мне просто женщина, смотрю, пошла на поправку, я не стал предлагать операцию. Вот, а так, гнойный гайморит, не лечится, не, это самое, операция. Вот. Полипозная форма, операция. Атид, как я сказал, операция. Портензилярный абсцесс. Вскрыли. Через 2 недели поступил с повторным, значит, абсцесс тензилоктомии. То есть на фоне абсцесса удаление миндалина. Мы тоже этим владеем. Слушайте, ну сезон только начался. Сезон начался. Это же, наверное, до конца весны теперь вот такая. Ну, да, да, да. Не скучная жизнь. Не скучная жизнь будет, не скучная. Наш сезон, к сожалению, не к сожалению, но это наш сезон, мы к нему привыкли. А ведь, если человек привился, он может ходить без шапки, например, считая, что он не заболеет. Да ладно, не надо, не надо без шапки ходить. Берегите себя, дорогие рыбничане, берегите себя, не переохлаждайтесь, вот, потому что вирус это не любят. Ничего хорошего. Ничего хорошего совершенно. Чтобы не заболеть, ну вот, наверное, надо держать горло в тепле, да, руки, шею, голову. Ну, мы у нас при выписке, это одна из первых рекомендаций. Избегать переохлаждения. Потому что наши все органы находятся в голове, которые подвержены именно внешней среде. Слушайте, вот вы сказали, а мне почему-то на ум сразу пришло мороженое. Когда говорят, горло болит, съешьте мороженое, и горло пройдет. Не, не надо, не надо. Мифы? Мифы, конечно. Так же, как и проколы пазухи, что все геморриты возникают из-за того, что мы проколы делаем. А я всем объясняю, что все геморриты возникли до проколов, а не из-за проколов. Насчет мороженого объясняю. Значит, если человек ест маленькими кусочками мороженое, то до глотки оно доходит, уже температуры тела. То есть вредности никакой нет. Просто не надо его жевать и глотать кусками. Слушайте, вы сейчас успокоили очень многих людей. Ешьте мороженое и в холод, и в это самое. Опять-таки, согревайте во рту просто. Не надо глотать холодное. Согревайте во рту и глотайте. Ешьте вкусное лакомство. Если уже про геморриты тоже мифы, правда, начали говорить. Правда, ведь люди, многие верят в то, что если один раз проколол, то все, потом всю жизнь будешь ходить колоть. Значит, я еще раз говорю, что геморрит возник до прокола. То есть есть какая-то причина для того, чтобы был геморрит. Первая причина – это ОРЗ, вирусная инфекция. Блок САУСТИ. Потом вторая причина – узость САУСТИ. Плохая проходимость. То есть из пазуха – это бутылка. То есть на себе не показывают, но находится вверху. Вот если блок, то уже человек, то есть там застаивается. Потом вазомоторные риниты. Привыкание к каплям. Тоже возникает отек именно САУСТИ. Искривление носовой перегородки. Все может привести к именно геморриту. Но никак не за прокол. Это ирригационный метод лечения. Это лечебно-диагностический. То есть мы этим проколом определяем, какой геморрит. Адентогенный, то есть из-за зуба. Наш, Лоровский, из-за вирусной инфекции. Там кистозно-полепозно. Если, допустим, опять-таки мы определяем блок САУСТИ. То есть когда САУСТИ не проходил. Если мы получаем гентарную жидкость, то мы сразу говорим, что у вас киста, у вас надо оперировать. Как у вас все сложно? Вот из-за этой вот одной иголочки, которую мы вводим в пазуху, мы определяем довольно-таки много диагнозов. И это не надо этого бояться. Уж не буду, конечно, это может быть немножко некорректно, но и мне проколы делали. Я сыну своему делал, когда он был маленький, ему было 8 лет, он заболел ветрянкой, потом у него осложнение. То есть это уже вирусная инфекция. Но это же, наверное, под наркозом делается. Это же, наверное, невольно не чувствуешь. Не, ну приятного, конечно, тут особо я не заметил. Но опять-таки мы же анестезируем, у нас есть местные анестетики. Анестезируем, делаем. Тут я вот веду к тому, что лучше не откладывать. Да, да. Если опять-таки, я в начале своего выступления говорил, что если у человека в течение 10 дней не проходит наспорк после УРЗ, загустевает слизистое выделение, появляется запах из носа, вот то есть неприятным запахом. Если он окрашен или в кровяное отделение, или присутствует запах. Если действительно зловонный запах, это значит, действительно есть гейморит. И, скорее всего, задействована кость уже. То есть уже происходит какой-то некролиз. Это уже нехорошо. Например, то есть нужно обращаться именно с жалобами с этим. Или к лору врачу, или начинать с терапевтом. Потому что терапевт тоже может назначить те же самые снимки. И по описанию снимков уже через кабинет экстренной помощи, который у нас присутствует во всех поликлиниках, они присылают ко мне на консультацию. Мы никому не отказываем. Хорошо. Я хочу всем напомнить, что Александр Анатольевич Сорокин сегодня у нас в гостях. Это заведующий лор-отделением Раменской больницы. Мы работаем в прямом эфире. Это значит, можно позвонить и Александру Анатольевичу задать ваш вопрос. 1-68-68, пожалуйста, набирайте. 8-496 в начале. 1-68-68. И задавайте ваш вопрос. Вот такой вопрос пришел нам. Подскажите, пожалуйста, как лечить атрофический ренит ребенку 10 лет? Атрофический ренит у детей, это, скорее всего, жители Средней Азии. В нашей полосе атрофических ренитов я не встречал ни разу. Не встречал. То есть, особо атрофически это может сопровождаться кровотечением. Опять-таки, это витамины. Аскорутин хотя бы тот же самый. Глюканат кальция. Масло в нос. Масляные капли. Витамины, содержащие препараты в нос. И опять-таки, надо смотреть, что за атрофический ренит у ребенка. Это нонсенс. А у взрослых? У взрослых бывает. Я видел и не раз видел. Это вот именно вот эти атрофические рениты или зловонные рениты, так называемые. Вот происходит полная атрофия слизистой, когда там в носу вот пустота, можно сказать. Полностью. Даже кости. Как это сам раковин, это собственные косточки. Вот я тоже такие видел. Редко, крайне редко попадается. Ну, может быть, за мою жизнь. Ну, все-таки я 40 лет здесь работаю. Ну, раз 5-6 я видел. Все равно увидели. Видел, видел. Но опять-таки, это люди, которые или жили, или приехали именно из жарких стран. То есть, это не наша, не раненская болезнь? Это не наша болезнь. И, ну, приведите ребенка. Опять-таки, я завтра принимаю в удельную. Приведите ребенка. Я посмотрю, что там за атрофия такая. Спасибо вам за то, что не отказываетесь. Не-не, я не отказываю. Никому не отказываю. Это очень ценно. У меня там очень большие приемы в удельной. То есть, иногда там по 40 человек. Запись примерно 20. И плюс еще 20 приходят без записи. Мы принимаем всех. Ну, вот такого, чтобы к вам не пришли, наверное, никогда не бывает. Ну, бывает. Редко бывает. Ну, которые записаны, бывает. Те, которые вне записи, все приходят. На это понятно. Все приходят, да. А те, которые вот записаны по часам, иногда опаздывают. Ну, мы всех принимаем. Ну, главное то, что если уж из Раменского и ехать в удельную, то шансы попасть к вам на прием есть. Зря не поедем. Едут. Мы сегодня поговорили о том, что профилактика очень важна. О том, что вакцинироваться против гриппа нужно, потому что это может исключить, вот как раз в том числе и лор-заболевания. Проходить диспенсеризацию важно, чтобы исключить в будущем и осложнения. О чем мы еще не поговорили? Что у вас еще нужно спросить было бы, а я не спросила. Вот, чтобы дать сегодняшним нашим зрителям полную информацию. Полную информацию. Я хочу поблагодарить всех сотрудников нашего отделения. Это самое стабильное отделение в районской ЦРБ за последние, ну, довольно-таки много лет. Самое, ну, квалифицированное. Самое, ну, старое, как-то сказать, опытное отделение. То есть все наши девочки, медсестры, все владеют рефлектором. Все могут оказать помощь. Все на своем месте. И никто от нас за последнее время, никто от нас не ушел. Ну, это прекрасно. Я желаю всей вашей команде и дальше помогать жителям Раменского округа, наверное, и не только Раменского округа. Конечно, побольше профилактических плановых, наверное, операций, нежели экстренных. Спасибо вам за то, что пришли к нам. Друзья, вам я говорю спасибо за то, что смотрите нас, слушаете, звоните, пишите. Всегда приятно, когда вы оставляете сердечки в соцсетях под нашими постами с программой «Ваше здоровье». Спасибо, что и сегодня были с нами. А кто не успел сначала посмотреть эту программу, всегда можно сделать в повторе на сайте Раменского телевидения. РамТВ.ру или в наших соцсетях в группе Раменского телевидения. Сегодня для вас работала Ольга Неаполитанская. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова